В начале нашей деятельности мы сказали, что у нас пройдет плеяда круглых столов. Первое, мы встречались с производителями, потом с торговыми сетями. В все время с нами были исполнительные органы власти, представители территориального управления федеральной антимониторинговой службы. Сегодня у нас итоговый круглый стол, после которого у нас будет составлен отчет. И 30 числа вместе с представителями регионального штаба Общероссийского народного фронта мы едем в Москву и предоставляем, защищаем отчет. Делимся с коллегами, которые такие же мониторинговые группы в других субъектах. Возможно, после этого документа будут еще какие-то изменения в этот федеральный закон. И, надеюсь, в дальнейшем будут защищены права производителей. Почему я на вас смотрю? Потому что все, что сейчас делается в стране, это прежде всего для наших производителей, для того, чтобы наши российские граждане получили хороший качественный продукт. И чтобы он хорошо был представлен на торговых полках и на других торговых альтернативных сетях. Что нам главное, что для торговых сетей, что для производителей, чтобы мы никоим образом вам не помешали. Ну, грубо говоря, не вмешались в ваш производственный процесс или в торговый, в какой-то хозяйственный процесс. А была действительно помощь. То есть то, что вы о нас просите. Ни один, скажем так, маленький производитель не зайдет в сеть по той простой причине, что сеть не захочет за него платить НДС. То есть, понимаете, тоже. То есть им интересен производитель, который работает с налогом на добавленную стоимость. То есть как бы раз, отрезалось. Ну, а дальше много еще чего интересного. Вот мы говорим о том, что там с сетями договоры, там они нам свои какие-то там пожелания. Я еще ни разу не видел у себя договора с сетью, который бы принял мою редакцию, там, или договора. То есть всегда предоставляется свои условия. У каждого своя наработка, заложенная на УХАУ. Иногда сети прописывают еще такие пункты, что типа нельзя разглашать. Мы с этим тоже сталкивались. По поводу, я не знаю, документов, которые мы должны там свои выложить на сайтах. Ну, в принципе, это ничего там в этом страшного как бы нет. То есть мы всем производить, ну, нашим контрагентам их обязаны предоставлять и предоставляем. Я не знаю, кому они еще нужны, но, может быть, жуликам, которые не хватают документов, скачают наш и подложат к себе документы на случай проверки. У нас такие тоже уже были, мы сталкивались, когда потом выясняется, что это еще при Украине, то есть звонки из других регионов. У нас тут вот случилась неприятность. Дать образцы, да? Да, и на вас сейчас составляем. А мы говорим, мы там же не работаем. Ну, вот как же, ваши документы, ну, откуда они? То есть где-то кто-то что-то скопировал. Такое тоже бывает. По поводу документа о государственном регулировании торговодительности Севастополя. Я, к сожалению, его не смотрел, просто настолько большой поток и объем информации у предпринимателей, что все не охватить, даже имея штатного юриста. Потому что, если каждое ведомство по своему профилю плодит законодательные акты, то мы вынуждены читать их все и анализировать. И иногда они противоречат, и ничего мы сделать не можем. По-моему, мне кажется, наоборот, тут нужно вводить какое-то дерегулирование, чтобы в свое время было сделано, то есть это упрощение. То есть, конечно, как говорят, благими намерениями дорога услана, да, мы знаем. Хотим сделать хорошо, а в результате получается потом не очень хорошо, потому что все учесть в какие-то рамки и загнать невозможно.